Дорога-жизнь, судьба-машина, Подумай, всяк в неё садясь. Что ты оставишь ей на шинах? Всего лишь пыль, а может грязь? И прежде чем топить педаль, Пол уходящего былого, Запомни старую мораль, Мотор не создан для тупого. На Бога можно уповать, Но будь и сам всегда мужчиной, Поломки могут быть причиной Того, что нужно признавать. Лаборатория автомобильной диагностики Осуществляет выездную диагностику Европейских американских грузовиков и автобусов, Прицепов и полуприцепов, Холодильных установок. Привет всем! Еду сегодня по Ленинградскому шоссе в сторону области. Доезжаю до населённого пункта Дурыкино. Бетонка 107, последний поворот. С правого ряда направо, значит центральная полоса прямо, а с левого ряда только налево. И вот интересно, стою на красный сигнал светофора в среднем ряду, мне прямо. Слева вижу такую картину, наблюдаю. Машин 10 стоят в левом крайнем ряду на разворот налево и на поворот налево. А последний стоит машина полиции. С проблесковыми маячками и гудит сиреной там, пропустите, пропустите. Я думаю, интересно, куда его пропускать, когда, ну, не поедешь же на встречную полосу, да, пропускать. Справа ряд тоже занят, все стоят. И вот он воет этой сиреной, типа, пропустите. Через пару минут до него доходит, что он стоит в левом ряду, под стрелку налево и с этого ряда только налево. А ему нужно прямо. И вот он перестраивается в другие ряды и начинает орать там, чтобы его пропустили. Слушайте, ну, цирк, в наше время, в наше время была такая байка. В милицию попадают одни только милиционеры. По-моему, Хазанов это сказал. Теперь эту фразу можно поменять на другую. В полицию попадают люди, угадавшие ЕГЭ. Хе-хе-хе-хе. Порадовал клиент, рассказавший такую историю. Вызвал он диагноста. Машина КАМАЗ с двигателем Каменс и СБЕ-6. Машина подтраивает на больших оборотах и начинает поддымливать. Ну, история такая. Приехал диагност, включил диагностику и изрек. У вас не хватает в топливной рампе давления, потому что текут форсунки. Клиент его спрашивает, каким образом вы это выявили. А тот объясняет, что на максимальных оборотах должно быть давление 1800-1850 бар, а у вас всего 1300. Поэтому давления не хватает. Слушайте, но не хватает у самого диагноста, потому что человек вообще напрочь не разбирается в том, что он творит. Но он творит. Знаете, наверное, вот таких вот сейчас случаев большинство, когда у людей в голове не хватает, но жажда денег колоссальная. Я, конечно, понимаю, что все с чего-то начинали, но когда ты не уверен в том, что ты делаешь, открой книгу, почитай. Там все написано русским языком. Если ты не русский, учи русский язык. Но другого подхода к этой проблеме, к сожалению, нет. О, первое место, конечно, вот в этом безумстве я бы отдал Макдональдсу. Рядом со сходней есть там такой Макдональдс, где написано на вот этих вот щитах, да, знаете, сколько там гамбургер, там чизбургер стоит. Где написано? Гамбургер Дани Милохина. Я сначала не понял, гамбургер, который он не доел, что ли? Второе место я бы отдал предупреждающей наклейке, которую клеят водители на пассажирской двери со стороны улицы, как правило. Где написано, если вы находитесь в этой зоне, то ну и так далее, да. Сейчас ехал буквально рядом Mercedes Actros, и на двери написано Внимание! Я вас не вижу! Слушайте, мне стало страшно, представляете, вот это вот едет по дороге с надписью Внимание! Я вас не вижу! Ну еще мне очень нравится, захожу в магазин, стоит за кассой молодая девочка, написано на бэджике продавец Марина. И чуть ниже написано, я хорошо улыбаюсь, ну или красиво улыбаюсь, а стоит в наборнике. Я говорю, девушка, надо наверное фломастером нарисовать тогда, насколько вы хорошо улыбаетесь. Ну у торгашей же от последствия угадывания ЕГЭ все в голове перепуталось. И вот давайте перейдем к торговым площадкам, которые продают грузовые автомобили. Есть такая компания, которая сочиняет сертификаты на те машины, которые они продают. Что такое сертификат? В сертификате пишут, мы проверяем машину по 72 пунктам. Ну и дальше это выглядит так. Я как-то брал в руки этот сертификат. Машина была автовоз и в одном из пунктов написано штора, цементовоз, там еще что-то. И написано, ходил под шторой, хотя машина была автовоз. Есть такой пунктик, масляные подтеки, течи технических жидкостей и так далее. На этом автомобиле я насчитал как минимум три течи технических жидкостей. Смотрю в пунктик, в котором написано, течи нет. Ну а теперь представьте себе, если торгаши начнут писать правду в таких сертификатах. Ведь никто ни один автомобиль просто не купит. Хотя идея сама здравая, на самом деле здравая идея, но вот исполнение этой идеи, конечно, ну и звон рук, что называется, плохо. В последнее время я все чаще убеждаюсь в том, что даже не год выпуска и пробег продают. А продают так, о, машина красивая, все, 6 миллионов. Вообще, каким образом формируется цена? Да приблизительно почти точно так же, представляете? Полусумасшедший продавец автомобиля заходит в авито, авито вы все знаете. Примитивно смотрит, ага, год выпуска своего автомобиля, ну и у меня вот такой-то пробег. Сколько аналогичная машина стоит в авито? В авито, чтобы вы понимали, да, выставляют стоимость желаемую. Не ту, за которую можно продать, а желаемую стоимость. И вот он смотрит, ух ты, моя машина 5,5 миллионов, ну это мало, мало, давай я поставлю 5,800. И он ставит 5,800, неважно продастся она или не продастся, но он ставит вот эту стоимость. А следующий сумасшедший продавец опять заходит в авито и смотрит, ух ты, машина стоит по 5,800. Не, не, ну цены растут, надо поставить 6. Вот так вот формируется ценник на продажу грузовых автомобилей. Приблизительно то же самое делает и торговая площадка, заходит в авито и проводит вот такой вот маркетинг сумасшедших продавцов. В последнее время приобретать стали большую, широкую огласку такие трюки от продавцов автотехники на торговых площадках, как. Представьте себе, приходит человек, выбирает автомобиль, ну а на автомобиль условно цена допустим 3,5 миллиона. Вот, проверяет его, все нормально, через день обращается на эту торговую площадку, говорит, ну что, давайте я там заплачу какую-то предоплату и буду оформлять автомобиль. А ему с этой торговой площадки заявляют, вы знаете, а он уже не 3,5 миллиона стоит, а 3,700. Ну и человек опускает руки, говорит, да пошли вы нафиг, вымогатели. А перед этим, чтобы вы понимали, да, они торговались в рамке какой-то скидки, хоть какой-нибудь, а тут получается наценка в 200 тысяч. И поискав еще недельку машину, а машин сейчас нету, человек понимает, что ну ладно, хрен с ним, 3,700. Вот такое психологическое давление, вот такой вот психологический трюк сейчас очень часто употребляется в продажах автомобилей коммерческих тех. Работал тут в одном автосервисе, у них на рекламном плакате написано, мы занимаемся евроремонтом автомобилей. Думаю, интересно, в чем же заключается этот евроремонт автомобилей. Если он такой же евроремонт, как и был евроремонт нашей Конституции, да, то это, конечно, тот еще ремонт. Ну и представьте себе, выходит такой Вася с монтажкой и на ломаном молдавском языке объясняет, сколько евро стоит эта работа. Вот в этом заключается евроремонт. Помните шутку Михаила Задорнова про бывшего президента Обама, когда он сказал, что Обама входит в белый дом с черного хода? Так и на некоторых торговых площадках. Самые хорошие автомобили прячутся в конец, в самый конец торговой площадки, потому что, ну, самые плохие выставляют в самом начале, да, чтобы человек обратил внимание, такое психологическое воздействие, а самые хорошие убирают в задний проход. Вот. И вот, когда уже ситуация такая, либо знакомый приехал, либо клиент такой, видно, можно развести на деньги, достают из заднего прохода автомобиль и продают этому клиенту. Вообще вот такие продажи через задний проход автомобилей сейчас становятся нормой, потому что автомобилей в продаже нету, и либо человек платит откаты и получает из заднего прохода автомобиль, либо это какой-то очень хороший знакомый. Да, на третье место я поставил человека без лица. Дело было летом, останавливает меня с утра гаишник, ехал я на работу, а у меня хорошее настроение, он меня останавливает. Представляете, да, он в маске, в фуражке, у него, в общем-то, только глаза видны. И я останавливаюсь, открываю окно водительской двери, и говорю, господи, что с вами случилось? Да на вас же лица нет! Гаишник сначала опешил. В этот момент он представлялся, да, там, капитан патрульно-пасовой службы, там, ну, и как у них это все, да? И вот когда я вот это вот изрек, ну, я-то рассчитывал на то, что, ну, человек с юмором, все закончилось, ребята, это все сорокаминутной такой дискуссии на тему, а кто виноват и что делать? То есть он оказался не только без лица, а еще и, как говорят, да, это не мозги, это след от фуражки, вот. Ну и позвонил мне здесь потенциальный клиент, стал интересоваться диагностикой, сколько чего стоит, и говорит, ну, а сколько стоит диагностика? Ну, я ему объясняю, что вот такая сумма, да, это выезд вместе с диагностикой. Нет, вы мне скажите конкретно, сколько стоит. Я уже понимаю, что он чего-то не понимает. Вот. И потом, начиная его расспрашивать, и выясняется, что, ну, скажем так, не конкуренты, да, а собратья по цеху, если можно так их назвать, они занимаются вот такой вот ерундой. Называют там, вот двигатель посмотреть стоит там полторы тысячи, если еще и коробку нужно продиагностировать, то это еще плюс тысяча, если еще там кабину там что-то там посмотреть, то это еще плюс две. Знаете, что это напоминает? Это вот, когда проститутка раздевается, да, там за деньги, там чулочки снимешь, там 500 рублей, там грудь оголишь, ну, еще там я там 500 рублей накину, там платье снимешь, там, ну, я еще там тысячу рублей дам. Вот именно это и напоминает работу проституток. Продолжение следует...